Бегу в полицию. Это просто жесть. Жарко я с индейкой. Им нужен человек, который им поможет. Поздравляйте! Я его так и получила! Всем доброе утро, мои хорошие. Поздравьте меня, я саму себя поздравляю. Я досмотрела таки эту черную любовь. Господи! Я уже последние 20 серий просто на промотке смотрела, честно говоря. Каждые 30 секунд там проматывала. Пару серий вообще не посмотрела. Я уже думаю, все, задрали они меня. Столько энергии уходит на этот сериал. Уже куча других серий вышла. Уже куча всего интересного. Познавательного. Я все смотрю эту черную любовь. Короче, посмотрела я эту серию последнюю. Примерно я и ждала, да. Я думала, будет хуже. Вы мне так настропалили там, что вот конец не понравился, то и сё. Я думала, будет хуже. Вот. Наполовину хуже. Конец наполовину хуже, чем я думала. Вот. Так что, некие впечатления мои уже украли. Я уже готовилась к худшему. Поэтому такие дела. Ну, короче, я досмотрела этот сериал. Больше турецкий вот просто там нет. Предлагают турецкий фильм, может быть, но вы начнете смотреть там два сезона. Я такая, пошли вы, всё, выключаю. Я не хочу больше Турции смотреть. Нет. Нет, если бы у них были более короткие серии, я бы смотрела. Это интересно, захватывающе, классно. И актерский состав, и как они играют. Всё супер, молодцы. Ну, подзатянуто, знаете, я даже мотала вот это вот. Самое интересное, что я мотаю, мотаю, блин. А там всё одно и то же. На один и тот же кадр попадаем всё время. Думаю, боже, надо было раньше так смотреть. Вот. Ну, последнюю серию помощь посмотрела. А, в общем-то, такие дела. Она слезу меня пробила. У меня сейчас сессия будет с девочкой. А я... Будем идти к её целям. Я заплакана. Как-то. Не камель фона, да, срочно. Привезти себя в порядок. Короче, доброе утро. Уже вторая кружка кофе. Готовлюсь к сессии. Ещё я позвонила сейчас в своё училище. Сказали, мой диплом готов. Так что я могу до 4 часов сегодня подъехать. Всё, сейчас у меня сессия. Потом тогда после сессии я сразу бегу в полицию. За справкой. Надеюсь, они мне её сразу дадут. И потом бегу в училище и получаю свой диплом. Просто обожаю ко мне, когда приходят целеустремлённые люди. Мы сегодня закончили даже раньше. Вот. И прям не осталось никаких вопросов у человека. Я рада. И вообще, помните, когда-то давно, кто меня смотрит, я вам говорила, даже вам скажу, откуда это пошло. Я очень люблю ясность. Вот ясность в любом его проявлении. Будто это взаимоотношения с людьми, взаимоотношения с зарплатами, в жизни просто. Я обожаю ясность. Я ненавижу неведение. И самое интересное, я знаю, что большинство людей, может быть, это просто не осознают, но тоже этого не любят. Вот. И иногда, когда я была помоложе, я это узнала довольно-таки давно, но я этим даже пользовалась, да, чтобы заставить человека думать о тебе, к примеру, да, вот в отношениях, пользовалась этим. Ну, я была молодая, правильно? Я должна была использовать все инструменты, которыми я владела, да, выдавиться каких-то своих вещей, да. Вот, например, когда меня в отношениях кто-то обижал, да, то я знала, как сделать так, чтобы этот человек долго обо мне помнил. Возможно, до сих пор кто-то и помнит. Вот. Но это вот неведение, это вот такое какое-то непонимание, вот эта неясность, она вообще на самом деле многих заставляет страдать и испытывать дискомфорт. И в своей жизни я поняла это в свои 16 лет, 16 лет, я поняла, что ясность для меня превыше всего. Я очень люблю, когда всё ясно и понятно. И так как я понимаю, как сильно это может влиять на людей, я с тех самых пор понимаю, что, знаете, чтобы отпустить человека, чтобы сделать ему хорошо в какой-то момент, да, подарить ему ясность, вот чтобы всё было ясно и прозрачно, чтобы не было никаких договорок, да, о чём человек там думает и не знает, и это висит у него, через всю жизнь проходит, да, почему же так случилось, да, или что же там на самом деле. Это может вот просто повиснуть, и реально всю жизнь вот с этим человек может грузом каким-то неясности и неведения прожить. Вот. И сейчас у меня такая профессия новая, в которой я прям постоянно привношу ясность людям. И мне это так нравится, потому что для меня это очень важно. И когда я вижу, что я это делаю, это очень ценно, это очень круто. То есть человек приходит, например, ничего не понимает, ничего не знает, там, страхи, неуверенность, сомнения, да, какие-то. Вообще, ну, не понимаю там. Вот понимание ноль, к примеру, да, или там один по шкале, вот. А потом через час раз, и как будто у человека ясность в голове, да, и он вот прям, ему всё ясно становится, и понятно, что дальше делать. И от этого какая-то энергия высвобождается. Какие-то цели, новые мысли, идеи, эмоции, как будто какая-то свобода, понимаете, когда тебе всё ясно. Это всё равно, что ты вот так вот был, да, и ты не понимаешь, не понимаешь. И вдруг открываются глаза, да даже если один глаз открылся или немножко, чуть-чуть приоткрылся, и ты уже что-то видишь там. Это же такой кайф, это же такой кайф. А дальше больше, больше, один глаз, два, да. У кого-то вот так открываются глаза, у кого-то по чуть-чуть вот так открываются. Но это всё шаги, и это очень круто. Вот представляете для меня, как это важно. Я это помню с 16 лет. У меня это прям зарубка на носу такая, да, что я, если я заботюсь о человеке, я должна ему давать ясность. Это очень важно. Потому что когда-то мне подарили эту неясность. Такую, знаете, подарили, как сказать, подарили, наградили меня этой неясностью. И я очень долго мучилась и очень долго страдала. Я, конечно, все эти моменты проработала, потому что я, ну как бы, знаете, я, может быть, и до сих пор в этом смысле в каком-то неведении. Даже в двух ситуациях, даже в двух ситуациях. Я сейчас ещё одну вспомнила. Причём даже, наверное, самую главную вспомнила. А я её забыла, представляете, и на другую переключилась. Две ситуации были в жизни моей, и все они были вот в 16-17 лет, да, где всё это было связано со взаимоотношениями. Когда вы встречаетесь, встречаетесь, и вдруг что-то меняется, да, а ты не поймёшь, почему. Почему поменялось? И ты вроде бы, хоть тебе единственное, что нужно, это просто ясность. Ну объясните, я всё приму, я могу всё там отпустить, понять, разложить. Ну просто почему? Вопрос, да, вот почему это с твоей стороны, да? С моей стороны там я всё знаю, всё понятно, да? Но почему с твоей стороны? И вот это порой бывает неведение какое-то, да, и непонимание, почему человек, допустим, поступил так, или почему он сказал так, да? Особенно вот в молодом возрасте, да, меня это очень сильно зацепило. Но так как я человек взрослый, порой бывает, что ты не узнаешь уже от той половины, что ж там было на самом деле. Ты просто уже как взрослый человек растёшь, там развиваешься. Где-то ты сама себе ответ дала, он как бы может, возможно, очевидный. Там в 16 лет тебе было не очевидно, а в 25, в 30 тебе уже очевидно, что это было, да? И тебя это как-то успокаивает и отпускает, да? Либо ты через года узнаёшь что-то, через кого-то, да, как было на самом деле. Это, короче, важная вещь. Ясность. Я за неё топлю. Она приносит счастье. Ну что, всё, иду я в полицию. Надеюсь, меня никуда не пошлют в другое место, и они скажут, что тут такие справки у нас не выдают. Идите куда-то в другое место. И буду я сегодня бегать по участкам целый день. Но иду на нашем районе. Надеюсь, быстро дадут. По свежим следам, девочки, я вам скажу, это просто жесть. Это жесть. Я два часа стояла на улице в минус три, или сколько сегодня, блин, холодно. Так медленно. Передо мной был один мужчина. Он уже стоял тоже где-то час или полтора. Всё, жаловался. Там говорил, сейчас я если разобью стекло, сразу меня заберёте. А тут вот морозит, типа, тогда они не пускают в здание. На входе как бы, да, стоят. Ну, на улице. Я два часа простояла. Два часа. В итоге уже всё. Мне уже надо бежать. Мне 20 минут остаётся. Я не знаю, успею или не успею сейчас, чтобы... Просто нужно было написать заявление и взять от них квитанцию, что это заявление от меня приняли. И всё. Больше ничего не нужно. Представляете? Я написала это за пять минут. И меня даже никуда в кабинеты не пропускали. Это всё на входе вообще было. Понимаете? И я не понимаю, зачем я так долго стояла. Мне кажется, меня могли и раньше принять. Ну, короче, больше не хочется в эти заведения ходить. Сейчас ещё и про диплом расскажу. Сейчас я его получу. Доеду, Даня. Надеюсь, успею. Короче, пока я там стояла, ждала, я начинаю гуглить, можно ли это сделать онлайн как-то. Потому что я уже вообще думаю, я не успею. Так долго всё это тянется. Ну, что это за бред такой? Если я сегодня не успею, мне надо опять завтра там выходные впереди. Ну, короче, начинаю гуглить всё это. Везде в гугле, в госуслугах или ещё что-то. Нигде не говорят о справке с полицией. Типа, если вы потеряли диплом, написано, что никаких подтверждающих документов о потере или краже диплома не нужно. Я такая думаю, почему меня требуют его? Ну, вот загуглите, да, кому вот, как восстановить там диплом о среднепрофессиональном образовании. Какие документы нужны? Ничего вот это про вот это вот в полиции не нужно. Я, короче, звоню обратно в училище. Я говорю, обязательно нужно это заявление? Она говорит, да, обязательно. А может быть, он у вас лежит дома, и вам нужно второе образование? Я говорю, ну ладно, просто говорю, я гуглю везде, а там везде пишут, что вообще эти документы как бы не нужны по факту. Никаких подтверждений. И что-то она начинает мне... Вот она в прошлый раз мне сказала пару фраз таких вообще неприятных. Знаете, вот такое вот... Прям вот люди старые закалки, знаете, вот многие так на самом деле думают, считают, и ещё вот это вот говорят, понимаете? Просто обрезают тебе нафиг крылья, понимаете? Что вот ты вот за новой профессией куда-то... Вот такое халатное отношение. Это всё вот произошло, потому что вы вот так вот не храните документы в одном месте. Прикиньте, она мне это рассказывает. Я говорю, в смысле? У меня, говорю, я знаю, где документы лежат. В моём институте, говорю. У них там было пять потопов. Ну, вы сами понимаете, какие пять потопов там у них было. И что, они где-то в подвале держат ваши документы, что вот это... Я говорю, да откуда я знаю? Говорю, если вам интересно, говорю, вы позвоните в Государственный университет города Москвы и спросите у них, какого хрена у них там потопы. Говорю, ну, мне не возвращают мой диплом, представляете? И вот что-то она вот мне, понимаете, тыкает, тыкает. Ей прям, видимо, не понравилось, да, что я такая вернулась за дипломом, что человек, который вообще развивается, как-то стремится. Ага, у нас теперь, значит, вот так вот, да, можно диплом получить. Их бесит, что можно образование получить намного быстрее, что нужно вот так много и долго учиться. Я, короче, в шоке. И вот в прошлый раз я была, на самом деле, в училище, я вам рассказывала, да, я была рада увидеть там своего мастера, была рада увидеть свою преподавательницу по делопроизводству, да, она стала директором, приятная женщина и всё такое. Но, честно, я вышла оттуда с неприятным ощущением того, что люди живут старыми, старыми взглядами и убеждениями. И это так вообще просто сжимает внутри тебя, так ограничивает просто. Я вышла, я общалась, да, я попыталась как-то, ну, как-то более, да, я такой человек, наверное, между, между теми людьми и новым поколением, да. Мне и хочется и понять новое поколение, да, и не хочется, ой, мне хочется понять старое поколение, и не хочется осуждать новое поколение за то, что они там, не знаю, такие, они другие, те другие, мы другие, те в будущем другие. Ну, просто вот это такое давление, вот, знаете, вот эти вот ограничивающие убеждения, которые делают тебя неуверенным в себе человеком, рождают в тебе страхи и заставляют тебя довольствоваться малым, понимаете. И вот я вышла оттуда и думаю, боже, я не хочу больше сюда вообще никогда приедать, вот сейчас я диплом получу, надеюсь, успею, мчу, и просто, надеюсь, больше не будет повода мне, честно говоря, туда ходить и слушать этих людей, потому что так или иначе, оно, знаете, вот как все равно чутка прилипает, и тебе вот прям надо время отойти от всего этого, представляете. Так это я просто зашла вот в это место, а кто-то живет с такими людьми, понимаете. У кого-то родители такие могут быть, от которых зависит жизнь ваша. И я представляю, как это может быть тяжело вообще. Я сама на самом деле выросла, ну, как бы, да, все это может быть тяжело. Я имею в виду, что откуда ноги растут, да. Все у нас, ноги все растут из детства, с нашего воспитания. Все страхи, все какие-то ограничивающие вот эти вот моменты. А потом мы чего-то хотим, такие, и нет, и нет. Да потому что, да, я не умею, я там, да, не знаю, да, я боюсь, да, у меня не получится. Да для этого нужно вот это, вот это и вот это. Да это уже невозможно, понимаете. Ой. Та-дам, та-дам. Ну, поздравляйте, я его так и получила сегодня. Самое интересное, что я сейчас пришла к этой женщине. И она уже с другим настроем говорит, нежели мне по телефону общалась. Когда обвиняешь, что обвиняют, там вот ваша халатность, там все дела. Сейчас такая уже, да, конечно, я прибежала без пяти. Вот сейчас даже две минуты, пятого уже, и я выбежала оттуда. Быстро дали диплом. Вот, ничего уже не говорила, не теряйте, пожалуйста. Вежливый человек. Вообще, я заметила, что такие вот люди, особенно старые закалки, вот они бывают иногда такие, хотят поучить, что-то тебе такое сказать, где-то тебя зацепить, где-то тебя обвинить в чем-то, подковырнуть. Знаете, такие, типа, они такие учителя, а ты, даже несмотря на то, что ты взрослый человек уже, да, мама, они все равно тебя будут учить уму-разуму, вот. Но если ты пару раз дашь отпор, покажешь свою точку зрения, покажешь, что вот так вот бросай, не наточки со мной, да, давайте вот, давайте по факту разговаривать. Эти люди сейчас, оп, и начинают, как будто они тебя начнут уважать. И не знаю, может быть, это у них бессознательно происходит, но я заметила это много раз. Короче, диплом, секретарь-то референта я, секретарь-референт у меня диплом. У меня здесь практически все хорошо и отлично, оценки, да, хорошо и отлично. Фамилия у меня еще бывшего мужа здесь. Так, значит, мне нужно будет... И у меня только, короче, удовлетворительно, знаете, что это физика и астрономия. Только одно... А, нет, еще нет, нет-нет-нет-нет. Русский язык и литература удовлетворительно. История России удовлетворительно. Всеобщая история удовлетворительная. Это самые мои нелюбимые предметы. Вообще не в школе, не в училище физика. Всегда мне было как-то сложно, физика, астрономия. Вот по этим предметам у меня удовлетворительно. А по всем остальным у меня отлично хорошо, иностранный язык хорошо, физическая культура, эстетика. История Донского края у меня хорошо, прикиньте. Основы безопасности жизнедеятельности, математика. А, подожди, а химия? Химия хорошо, молодец. Девчонка, география хорошо, информатика, экономика, деловая культура, это все-все хорошо. Хорошо, деловой иностранный язык, документы, организация техник. Короче, вот смотрю и думаю, молодец. Все, теперь я все документы отправлю на переподготовку. Ю-ху! Я не знала, что я буду такой счастливой после этого. Прошла, блин, огонь, воду и медные трубы, чтобы получить этот диплом. Просто кошмар какой-то. Можно будет отмечать. В общем, чем я себе решила сегодня порадовать, решила не делать там банкет, какое-то прям отмечание серьезное. Короче, просто набрала себе вкусняшек. И сейчас у меня будет полтора часа дома в наслаждении. Короче, это я взяла две ватрушки, да, нам с Денькой. Вот такие вот, как профитроли они называются, трубочки. Очень вкусные в этом месте я беру. Взяла два курника, отбивную куриную и салатики вот такие. Это у нас икра из бурака, да, свеклы. А это у нас морковочка. Ну, короче, знаете, вот это нагрею сейчас. Морковочка или курника отдельно. Потом сладюшки, короче. Я такая счастлива, у меня же слюнки текут. Ну что, мои хорошие, зашла в лифт, еду за Денькой. И сегодня пятница, вечер. Я понимаю, что выходные впереди. И выходные, особенно если вот сегодня я набегалась, да, намерзлась, блин, там. Не хочется прям выходные просто провести дома и никуда не выходить. Все выходные пролежать. Я, кстати, фильм начала смотреть с Ходченковой. Называется «Другое имя». Такой скучновато, нудновато немножко. Ну, досмотрю. Всем доброго денечка, мои хорошие. Я сейчас... Так, солнце светит прямо в глаз, значит, кто-то любит вас. Короче, суббота. День начался у меня с... Сериала кусочек посмотрела. Начала новый сериал. Мне Аленка моя посоветовала. «Триггер» называется, наш русский сериал. Только первую серию начала смотреть. Потом у меня была... Потом у меня была супервизия. Очень интересный случай сегодня разбирали. Вот. Потом приехала свекровь. Взяла денечку погулять. Они погуляли часок. Хорошо научатся, как видите, солнышко сейчас, да. Потом у меня была вводная встреча с моим наставником. Тоже групповая вводная. Я сейчас, как вы знаете, взяла себе наставничество для того, чтобы, ну, как ракета, как бы идти к своим целям, да, а не методом тыка, своим методом проб и ошибок, да. Нет времени для этого. Поэтому я взяла наставничество. И будем идти семимильными шагами. Напоминаю, что я сейчас формирую. И наставничество именно в экспертности своей я взяла. Поэтому, у кого есть желание сейчас прийти в сессию, пока есть возможность такая прийти на одну сессию по таким, ну, по таким очень-очень доступным, я бы сказала, ценам, практически бесплатно, я бы сказала, да, то вы можете это сделать, потому что дальше я буду брать девочек в долгую. Уже будем работать на конкретный результат, который не делается, естественно, за одну сессию. Вот, и мне так больше будет и комфортнее, и человек увидит результаты, я буду видеть изменения. Но пока я сейчас всё это настраиваю, да, возможности, и вот во всём этом ясность какую-то для себя, пока что цены остаются вот такими, какие они сейчас, да, потом всё будет меняться. Вот, наставник у меня вообще крутой. Пока у нас всё начинается, она ещё как бы разрешает, можно сказать, работать по таким ценам. Но на самом деле моя экспертность в этом смысле стоит намного-намного дороже. Поэтому пока остаётся всё так, да, я пока развиваюсь. Имейте в виду, что я в этом направлении сейчас копаю. Вот, сегодня у нас была такая первая вводная встреча, как мы будем работать, поставили цели, в общем, всё, начинаем работать. Развиваюсь в ВК, это просто такая глубокая площадка, что я сегодня, там просто мне надо было сделать один момент в ВК, и я как баран сижу 30 минут, понимаете, и не могу понять. То есть я на главной своей странице сделала то, что хотела, сюжеты, да, там, сюжеты. Вот как у нас есть эти закреплённые истории, актуальные были в Инстаграме, да, то в ВК есть сюжеты. И я просто вот на главной странице своей сделала сюжеты. Каким-то волшебным образом мне просто там сюжеты не хотите сделать. Я такая, да, давайте сюжеты. В сообществе никак не могу сделать сюжеты. Вы представляете, ну просто ужас какой. В общем, короче, отвлекают меня. Я хочу пойти сейчас искупаться, полежать в ванне, отдохнуть. Я сейчас реально полчаса тупила с этими сюжетами. Я в итоге так и не нашла, как делать эти сюжеты. Я сегодня занимаюсь как раз-таки изучением вообще ВК. Курсами этими по ВК, как там правильно вести и всё такое. И, короче, я устала просто. У меня время сколько, блин, 5 часов почти. Я просто целая здесь сижу у компьютера, что-то делаю. Там перерывчик сделаю себе на покушать. Деньги что-то приготовить. Одно готовлю. То блинчики, то макароны сварить, то подушечки мясные сварить, то бутерброд сделать. Одно то, то то, короче. Вот, ну и сегодняшнее состояние выходного дня. Я что-то не отдыхаю ни хрена. Всё, короче, я хочу пойти в ванну, смыть с себя всё. У меня ещё сегодня много дел, на самом деле, нужно сделать. Ух, устала. Ну что, мои хорошие, как денёчек проходит у меня сегодня? Вообще сегодня реально день, вообще не отдых, реально не отдых. Вообще часик, наверное, два за весь день отдохнула. И то с кусочками, с перерывами. Закончила модуль один в своей новой, в новой школе. Потом расписала темы, немножечко контент-план такой, как бы, сделала для своей странички именно по коучингу. Да, потому что там немножко такая информация. Мне хочется, чтобы эта страничка из сообщества были полезными. Прям, знаете, вот у меня прям максимально эта страница заполнена на, ну, как бы, заточена на пользу. Мне хочется, чтобы там в сообществе были, не знаю, какие-то суперполезные фильмы, полезные книги, которые я прочитала, да, которые на меня как-то повлияли. Какие-то мотивашки, чтобы были. Прямые трансляции с практиками, вот, какие-то хочется, чтобы вы могли проработать что-то, да. Чтобы каждый день что-то было полезное в сторис, даже я знаю, что буду делать. Ну, короче, все это я записывала, оформляла, вот, короче, вот эта вот страничка ВКонтакте, которую я сейчас делаю, возможно, я не знаю, в Инстаграме, в Инстаграме, наверное, страничка, она останется такая же общая, да, и тогда все, как бы, там все. Там я как блогер и я как эксперт позиционирую себя. Но сейчас я, как бы, с Инстаграмом вообще непонятно. В общем, вот эта вот многозадачность, честно говоря, вот раньше было реально один Инстаграм и Ютуб, и я разрывалась. А сейчас такая ситуация, что Инстаграм, Телеграм, Контакт, главная страница, три страницы ВКонтакте, три сообщества, что еще, и Ютуб. И я, конечно же, забываю про что-то, то есть вот сегодня я вообще в Телеграм не заглянула ни разу, да, и сегодня я там на личной странице работала, и работала с одной страницей сообщества, да. В Ютуб я сегодня тоже не заходила, но сегодня мы работали над видео, вот сейчас вышло видео с распродажей, будет видео с распродажей на втором канале, вот, кто не смотрел, посмотрите еще, зайдите. Короче, я просто вот, знаете, как реально восьмиглавы, сами знаете кто, и это очень утомляет, особенно, это одно дело, если ты каждую площадку знаешь идеально, да, вот в Инстаграме ты все как бы знаешь практически, хотя там еще фишек полно, которые мы не знаем. А ВКонтакте там еще больше всего, девочки, там раз в десять больше всяких примочек, возможностей, вариантов, ну, вплоть до того, что ты вот ВКонтакте можешь на основе ВКонтакте сайт создать, понимаете, насколько глобально там все это делают. Вот, и когда ты просто не знаешь, что тебе надо что-то элементарное, и ты просто не можешь сконцентрироваться и понять, куда тебя нажать, вроде ты все уже поперетыкал, нужно обучающие видео смотреть какие-то, да, обучаться всему этому, короче. А я помимо этого еще обучаюсь уже много где. В общем, сегодня вот такой, короче, весь день в компьютере был хорошо, вот реально с ВКонтакте погуляла с Денькой, большое спасибо. Сказала, завтра, может быть, еще придет, у меня завтра первый урок начнется с наставничества. Вообще так интересно, я, честно говоря, в предвкушении изменения своей жизни. Вот я чувствую, что это начало какого-то нового витка в моей жизни. До этого вот блогерства, да, вот я начала как-то блогерство, и я вот тоже чувствовала что-то, да, и меня как затянуло, засосало, и все. И вот оно 8 лет, уже, уже 8 лет, да, я занимаюсь блогерством. И как бы в этом все знаю, как, с чего начать, как делать. Кстати, эту экспертность тоже можно как-то оформить, потому что есть люди, которые спрашивают у меня, сколько вот стоит с тобой час пообщаться. На тему блогерства, да, вот я хочу вот это, вот это, вот это, вот ты вот все в этом знаешь, вот мне нужна личная консультация. А я и не знаю даже, вот как сказать и что сказать, да. Хотя на самом деле в этом смысле я знаю очень много. И, кстати, школу блогера тоже хочу немножко оформить правильно и сделать ее более эффективной, в том плане, что помогать блогерам не только изучать, как все это сделать, но и помогать им сделать первые шаги. То есть вот прям проработать как личности их. Мне кажется, вот это очень полезно. Это то, что я вам говорила в моем институте, да, что круто, что они не просто дали знания и практику, они еще работали. То есть работали психологи, коучи, эксперты, понимаете, прокачивали тебя как личность. Что тебе мешает, какие шаги тебе надо, а что тебе дальше, а что сейчас. И это вообще, это вообще, вот это, это круто, потому что не факт, что я даже вообще к этому бы пришла сама, пойти к какому-то эксперту и наставничеству. Короче, у меня такое ощущение, что я прям, знаете, вот на какую-то ступеньку поднялась новая, и сейчас осваиваюсь на этой ступеньке. И более того, мне кажется, что вот когда я все закончу, я сразу через три ступеньки перескочу. Вот какое-то внутреннее такое ощущение. Поэтому все сложности, с которыми я сейчас сталкиваюсь, да, я как бы тяжело, с одной стороны, в связи еще со всей этой ситуацией, что вот так, да, было бы проще, на самом деле, если зарплата бы моя оставалась той же зарплатой, да, и инстаграм работал, да, и ютуб не отключил бы монетизацию. Все, возможно, было бы проще, а возможно, этого бы и не было, что сейчас происходит, если бы все оставалось так, как есть. Поэтому, с одной стороны, печали, но как будто радости намного больше от всего этого. И я в огромном предвкушении, прям подарки судьбы какие-то, так бы я сказала. Поэтому с таким легким удовлетворением и усталостью я сейчас включаю уже четвертую серию Триггер. Ну, такой интересненький сериал, такой лайтовенький, я бы сказала, интересненький. Сейчас посмотрю одну серию и, наверное, пойдем спать. Время уже без пяти одиннадцать. Мы в выходные обычно, если завтра никуда не вставать, ложимся вот в такое время. Так что на сегодня у нас спокойной ночи. Всем доброго денечка. Смотрите, солнышко, мы на улице. Я сегодня еще не снимала, сейчас начало второго дня уже. У меня уже с утра голова вскипает. И знаете, больше всего от чего вскипает голова? Вот реально от соцсетей новых, которых ты не знаешь. И вот там приходится прям напрягаться. Я вчера, в конце концов, нашла эту функцию, как сделать сообщество просто методом тыка. Я нигде информации не нашла. Сейчас, котик. В общем, если сейчас на улице, солнышко светит. Голова вскипает, я прям хочу отдохнуть. Что за? Сейчас пойдем, котик. Сейчас мы зайдем в магазинчик. Надо мне перекусить. А то малого накормила, а сама ничего не поела. И домой что-нибудь готовое взять из кафешки. И еще это. Думаю, купить вкусняшку, какую-то свекрови на работу занести. Короче, погода классная. И я прям вышла, чтобы не думать просто больше о соцсетях. Я хочу немножко отойти от этого. А то у меня, мне кажется, морщины уже вот здесь будут. Так, в общем, взяла я себе пюрешку с фрикаделькой вот такой вот. Взяли клерчик бабуле, отнесем. Денька солодюшку кушает. Короче, перекусим. Это вместо хлеба. Почему детям так нравится вот эта опасная карусель? Как только они на ней не изощряются. Вот Денька любит вот так вот раз. Вот так вот. Закрутиться, значит. И вот так. И вот это все. Вот эта вот обувь портится. Одежда портится. Но ребенок счастлив. А еще это ладно, что портится. Еще можно так на ней пораниться. Я не люблю эту карусель. В садике вот у них есть такая карусель. Но не на нашей площадке. Сейчас же в другой группе. Слава богу, он на ней там не катается. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Такой у меня неприятненький сейчас такой момент. В душе где-то есть. Сегодня решилась все-таки пойти к заведующей. Пообщаться с ней. Потому что Сегодня перед сном Мне немножко не понравилось поведение Дэни. Точнее, не понравилось. Оно меня испугало. Вот. И я такая не поняла сначала, Что к чему случилось. Но мне кажется, что что-то в садике. Что-то в садике происходит. Ну, это я поняла по каким-то моментам. Да. Вытащила из него кое-что. И еле успокоила его вчера. Вот. И меня немножко, короче, напрягают. Уже давно меня напрягают. Я вам говорила уже, да, эти вещи. Вроде бы нормально, все нормально. Потом что-то опять. И, короче, что-то меня настораживает. Самое интересное, что это не просто во мнении, которое я там внутри себя, да, там что-то думаю. А я уже посоветовалась с воспитателями, которые тоже в детском саду работают, да. Люди со стороны, которые там видят какие-то вещи, мне говорят. И мне все говорят, иди к заведующей, иди к заведующей. А я как будто, ну, пока не чувствовала этот момент, что надо прям идти к заведующей, разговаривать. А вот вчера я прям поняла, что просто необходимо пойти к заведующей. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но... Сегодня ей позвонила и договорилась, что мы встретимся. Вот. Сейчас я посылочки собрала с моей распродажи. Больше половины вещей уже забрали. А вот какие-то еще остались. Поэтому, кто не смотрел мое видео с распродажей, смотрите. Может быть, что-то вам понравится. Как раз-таки более-менее легенькие вещи остались. Ну, я имею в виду верхняя одежда. Они не супер теплые. Все теплые уже сильно разобрали. Такие остались как раз-таки на весну. Вот. Прям тяжело дышится как-то. Из-за этого хочу скорее решить этот момент как-то. Ну, не решить, а хотя бы начать его как-то решать. Вот. Что еще? Вчера был первый урок у нас такой серьезный по наставничеству. Вчера я прям все свои сферы жизни прошлась по ним. Все оценила. Короче, поставила себе план на год. У нас вообще сейчас идет там план на неделя, план на ближайшие месяцы, план на год, план на год по бизнесу, план на год по личной жизни. Короче, все там со всех сторон как следует. Работается, в общем-то, на всех фронтах. Прикольная методика, кстати, я хоть и разные методики пробовала уже, да, там вот, ну, это не просто план такой. Сел ты такой, думаешь, я хочу вот это, вот это, вот это, как бы не из головы. А такой план проанализировав каждую сферу своей жизни, прям досконально так проанализировав. Короче, ну, прикольная методика. Я ее тоже, думаю, буду применять в своей работе, потому что она реально такая классная. И вроде даже, знаете, еще какие-то моменты есть такие, что тебе прям сложно, ты где-то противишься этому. Ну, вообще удивительно, удивительно, как это все работает. Я пока, знаете, такой наблюдатель и исполнитель. Я очень хочу посмотреть, что получится. И сделать выводы, почему же до 36 лет я этого всего не делала, ни к чему к этому я не приходила. Почему только сейчас я сталкиваюсь с определенными людьми, готова к каким-то вещам, что-то мне попадается, что-то открывается. Почему только сейчас, ведь я всегда об этом думала, у меня всегда планы и мечты. Вообще, как это работает. Я, короче, все анализирую, и я чувствую, я близка к ответу. И как только я дам себе все эти ответы, как только я достигну цели, я пойму, в чем причина конкретно. Смогу это нести. Очень интересно. Не жизнь, а загадка сплошная. Записалась к психологу. К своему что-то я пропала на две недели, уже третья неделя. Я думаю, пора сходить. А мы как раз в последний раз, я у нее была, еще монетизацию не отключили. И вот отключили монетизацию, и что-то в моей голове сразу эти шарики, ролики, работать это. И что-то во времени потерялось, и уже пошла третья неделя. Думаю, так, пропускать нельзя. Да, работы у нас много, всякая разница. Поэтому я записалась, и у нее сейчас прям есть время, вот через два часа. Я решила заехать покушать. Какое-то настроение у меня немножко, вот, может быть, в связи... То, блин, зуб меня расстраивает, то вот сейчас в садике моменты, да. То в целом, на самом деле, ситуация, чтобы вы понимали, ну, я прям, да, там... Конечно, я беру телефон и радуюсь вам, и рассказываю, что вот это, вот это. Это то, мои ресурсы, моя опора, знаете, вот это то, что мне помогает двигаться, вот, в сложившейся ситуации, да. И, наверное, только психологу своему я смогу вот так прийти, открыться и, как бы, сказать, что меня беспокоит, потому что она мне поможет еще эту опору усилить, да, и как-то так. А вам зачем говорить, по большому счету, что вся эта ситуация, конечно же, влияет, на всех она влияет, даже на позитивных таких людей, вот. Просто я стараюсь не концентрироваться на ней, да, а концентрироваться на том, что поможет мне выходить из всего этого, да, и, как бы, чувствовать себя хорошо. Вот на этом концентрируюсь и вам об этом говорю, вот. Ну, просто я сейчас делюсь, что нет, ничего особенного, наверное, не происходит в моей жизни, потому что я, может, какая-то особенная, так справляюсь, а всем тяжело, всем тяжело, и мне тяжело в этой ситуации. И вот, например, один из вариантов, которым я справляюсь, это я иду в любимое место, кушаю любимую еду. Я давно не была в кафе, не заходила, мне вообще казалось, что они не работают, наверное, но я пришла, QR-коды не спрашиваю, ничего, просто села. Народу мало, в основном мужчины вообще, либо вот там сзади мужчины с девушками, по делу, как будто деловая встреча какая-то. Вот так мужчины, я не представляю, как-то девчонок нет. Всем девчонкам, наверное, у нас сейчас в Ростове сложно. А вот, и, короче говоря, я пришла поесть свое любимое жаркое, побаловать себя, выпить какой-нибудь необычный кофе, тоже сейчас лата макиято заказала, посмотреть в окошко, послушать музыку хорошую. Мало ли, может, это мой последний поход в кафе. Ну, я настроена, нет, я настроена на самом деле, это я так говорю. Наслаждаюсь на самом деле сейчас каждой возможностью. Езжу на машине и наслаждаюсь, потому что, возможно, ну, вдруг условия так сойдутся, что придется ее продать, как бы, да. Поэтому я наслаждаюсь, еду. Вот, иду в кафе и думаю, ну, а вдруг вот уже не будет возможности потом в кафе посидеть. Ну, и я понимаю, что это все временно, это не так, чтобы я больше никогда в жизни. Просто нужно будет время. Возможно, возможно, нужно будет время. Но я настраиваюсь на позитив и думаю, что не просто не нужно будет времени, а у меня будет все еще круче, чем было. Ну, такое вот у меня какое-то чувство есть. А вот управдается оно или нет, это время покажет. Вот, короче, сижу пока голодная, есть хочу. А, смотрите, лата макиянты мне уже... Вау, это что, сердечко? Я не поняла сразу. Ой, ты боже, как трогательно. Красиво, сейчас будем пробовать. Девочки, я его попробовала, только что он реально такой вкусный, обалдеть. Он сладенький. Я попросила, кстати, чтобы мне сделали не двойной эспрессо, а один эспрессо. Ну, потому что я уже кофе попила сегодня. Обалдеть. Нереально вкусная штука. А вот и моя любимая, любимая индейка, хотела сказать. Жаркое с индейкой. Как красиво подают, свежеприготовлено. Так, все. Наслаждение у меня сегодня. Сейчас покушаю и потихонечку поеду к своему психологу. Не день, а сказка. Здесь кафе, кстати, весна уже. Смотрите, как красиво. Сижу, любуюсь. Вообще, мне очень нравится интернет. Интернет. Интерьер тут. Всегда любуюсь. А сейчас я иду вообще нараспашку. Поняли? Взяла с собой макияж. Потому что, вы знаете, да, я по полдня пью одну кружку кофе. Вообще ветра нет. Теплота, погода шик, блеск. Я сейчас поела, мне так хорошо. Вот прям хорошо. Но все равно на душе есть какой-то такой моментик, знаете, такой вот, вот прям не на душе, а вот где-то там, в середине тела. Мне вот кажется, после психолога должно все встать на свои места. Это прям, знаете, пока... Пока сидела, пока гуляла, ходила здесь, да. Погода, на самом деле, такая классная, что мне захотелось на шашлыки поехать куда-то. Вот. Всех своих родственников собрать вместе, чтобы мы потусили, шашлыки поели. Мама, день рождения скоро вообще на днях. Ох, было бы круто, конечно. Шашлыки где-нибудь поделать. Ну, короче, посмотрим. Надо саму маму послушать вообще, что она хочет, что для нее важно. А, еще хотела сказать по поводу психологов. Многие, на самом деле, типа, ну, не многие, но, как бы, сейчас уже более лояльнее стала публика. Люди относиться к психологам, понимать, какую роль в жизни они могут сыграть человека, да. Вот. Но до сих пор, как бы, вот я девчонок слушаю, кто на психологах учился, да, абсолютно разные специальности, там, переквалифицируются, да, начинают работать. Вот эти, например, работали в какой-то компании, и вот начинают потихоньку работать уже в психологии. И вот с чем им приходится сталкиваться, не только одной мне приходится сталкиваться с комментариями, которые я иногда слышу, да. Вот. Но и девочкам вот такое тоже приходится слушать от людей, которые вообще не в теме. Понимаете, что психологи это тоже какие-то шарлатаны. Вот. Коучи-инфо-цыгане, психологи-шарлатаны. И так далее, и так далее, короче. Везде обман, кругом обман. Никто добрать тебя не желает, на самом деле. И никто, кроме тебя самого, не может тебе помочь. Но на самом деле это правда, да, никто, кроме тебя самого, тебе не сможет помочь, если ты этого не хочешь. Но если ты хочешь, то... то люди могут помочь. И скорость всего этого зависит от твоего желания, настроя. Что ты готов делать для этого. Я к чему это всё говорю? К тому, что недавно, когда у нас там был очень крутой вообще спикер, по финансам, я вам рассказывала, да. И у меня вообще перевернулся мир. У меня мотивашки выросли такие, как бы, до этого, знаете, стремиться к большим деньгам. Ну, я так примерно потолочек свой обрисовала, сколько бы хотелось мне, да. На что, на то, на то, на то, как бы немного в жизни мне надо. А потом, когда картина вырисовалась, когда я все эти лекции поучила, знания, да, мастер-майнды по финансам, вот именно с этим спикером, я поняла, что мне нужно больше. Мне не просто нужно больше, мне необходимо больше. Мне необходимо больше. Я точно знаю, зачем, почему, и как я должна себя чувствовать. И именно сейчас я уже должна над этим работать. Даже, даже просто выравнивать ситуацию. Для меня открылось много всего. Я поняла, что мне еще человек по финансам нужен. Вот прям даже такой же, как вот спикер у нас был. Возможно, даже и он. Вообще должны быть отдельные люди. Я так вижу, да. Отдельный человек, который занимается твоей душой. Так, чтобы она была всегда в норме, да. Такая, как бы, чтобы ты всегда был в ресурсном состоянии, да. Чтоб ничего не замалчивалось, ничего там нигде не плавало внутри тебя. И не беспокоило, не мешало, не останавливало тебя на пути. Короче, человек, вот психолог, да, который занимается. Потом там другой человек может заниматься над работой твоих достижений каких-то, да. Как коуч, например, да. Финансовый человек заниматься твоими финансами, ростом твоего капитала, вложением денег. Вот это вот все, короче. Твою финансовую грамотность повышать. Вот, еще, короче, куча всего, мне кажется, куча людей. Чтобы были большие деньги, должно быть очень много людей. Должна быть огромная команда людей, которые тебе на пути помогают. Вот так сам, все сам. Что-то я сомневаюсь в этом. В любом случае человеку нужна команда. Даже если он все это делает сам. Он просто физически не сможет делать все сам, имея большие деньги. Ему нужна команда в любом случае. Вот. И к чему я это все веду? А вот к тому, что вот он такой человек с опытом, да, с финансами. Он работает с большими деньгами, с большими людьми. Большой опыт. И он говорит, ну, мы начали затрагивать тему психологии, да, вот кому это нужно, коучи и так далее, так далее. Он нам все-таки финансовую грамотность преподавал с точки зрения коучинга, как мы поможем, да, как мы можем помочь нашим клиентам и так далее. И он сказал, что большинство богатых людей ходят к психологу на постоянной основе. Ну, то есть это норма вообще. А вот люди, ну, для меня это было какое-то тоже откровение, открытие. Я была рада узнать опыт человека, который работает с богатыми людьми. И говорит о том, что, ну, они нормально относятся к этому и ходят, да, практикуют. То бишь для психолога, мне кажется, да, для коуча, для какого-то эксперта в твоей жизни. Чтоб ты не просто его пустил в свою жизнь, но еще и заплатил ему немаленькие деньги за то, чтобы он тебя повел по пути, по которому ты сам никак не можешь пойти. И что-то не получается, и что-то останавливает, да. Наверное, это люди определенной зрелости какой-то, я думаю. Тем самым я понимаю, что, к сожалению, не всем я смогу помочь даже. Я только смогу помочь тем людям, которые, которые, во-первых, к чему-то очень сильно стремятся, которые поняли и осознали, что им что-то мешает, им нужен человек, который им поможет, который работает над собой внутри, который вот как-то внутренне уже подрос, и не думают, что психологи это шарлатаны, а коучи это инсо-цыгане, которые хотят выкачать из тебя денег. Это, конечно, смешно очень. Вот. В общем, сейчас я ко всему прихожу к этому. Что-то я заболталась, там, смотрите, как красиво волосы у меня. Да? На обложку. Ой, ну какая же вотрепещущая, у нас сейчас тема была в прямом эфире в ВК, вообще красота. У меня сегодня инстаграм вообще не грузит никак. Просто выбивает меня, говорит, войдите в аккаунт, подтвердите личности, просто белый лист. В общем, я не насилую инстаграм, нет так нет. Конечно же, иду в ВК, выкладываю. Что я кушаю сегодня, куда хожу, что чувствую? Вот. Ну и, короче, у меня часик до психолога был, и я вот решила провести прямой эфирчик. Провела. Мы затронули тему психологии, так интересно всё это дело. Короче, такой классный эфирчик получился. Душевный, душевненький. Также к нам пацаны залетали. Что-то пацаны в ВК, те, которые залетают на эфиры, ну просто. Один из десяти адекватный, можно так сказать. А девять из десяти просто что-то с ними там творится. Их колбасит, по-моему. Не знаю, что такое. Всё, остаётся, короче, уже семь минуточек мне, и я пошла к психологу. Не знаю, о чём сегодня пойдёт речь наша, но о чём-то пойдёт. Так, ну что, у нас была очень интересная встреча с психологом. Мы к концу сессии пришли к какой-то точке. Я ещё не знаю, что там. На следующий раз она говорит, я тебе подготовлю кое-что. Кое-что мы с тобой сделаем. Мне интересно. Ну я примерно знаю, как что вам говорить не буду. Просто психолог знает обо мне всё. Вы-то не всё знаете. Короче, куда-то мы подобрались. К какому-то месту, где, возможно, что-то кроется. А точнее всего, по всем симптомам, именно там что-то и кроется. Вот, поэтому всё, сейчас уже записалась на следующую неделю. И буду ждать этого дня. Вообще классно, классно. У меня психолог вообще просто бомба. Бомба. Всё, я еду домой. Бо-ой. Субтитры сделал DimaTorzok